Майк Кларксон Их называют шпильковыми, потому что их клыки, похожие на шпильки, острые и тонкие. Они кусают резким боковым движением, поэтому их невозможно держать за заднюю часть головы. Шпильковые змеи – грабители гнезд. Они заползают в гнездо грызунов, находят детенышей и убивают их всех. Им даже не приходится раскрывать пасть, чтобы впрыснуть яд. Они могут быстрыми ударами поразить каждого детеныша и проглотить их по очереди. Это африканский вид, который водится с юга до севера Африки. Я работаю с Дональдом Шульцем, местным герпентологом, который основал проект по исследованию яда. Меня очень интересует яд шпильковой змеи, поскольку противоядия в настоящее время не существует, и это является большой проблемой для сельских районов Африки, где местные жители то и дело теряют конечности, пальцы и даже жизни. Шпильковые змеи охотятся на млекопитающих, к которым мы относимся. Яд особенно опасен для людей. Вот почему он оказал такой эффект на пострадавший палец. Мне позвонили из отделения скорой помощи и сказали, что к ним поступил пострадавший от необычного змеиного укуса. Редкий случай – шпильковая змея. Я около года работаю с этим видом змей, и поэтому чересчур расслабился. Он перемещал змею из одного контейнера в другой. В одной правой руке я держал крюк, а в левой – крышку от контейнера. Змея изогнулась. Она трижды цапнула меня, прежде чем я понял, что случилось. Все произошло так быстро, что он даже не был уверен, что получил дозу яда, пока не увидел выступившую из раны кровь. И когда кровь остановилась, до меня дошло. Ну ничего себе, меня укусила ядовитая змея. Многие люди, если их укусила змея, чувствуют, что они умрут. Майк был хорошо знаком со змеями, но из-за этого ему было еще страшнее, потому что знал, что может умереть, а противоядия не существует. Первым делом я засунул ее обратно в ящик и закрыл его. Потом стал названивать всем знакомым, что мне нужна помощь, чтобы на какое-то время не рассчитывали на меня. Я связался с ним примерно через час после укуса, попытался его успокоить. Я объяснил ему, что нужно готовиться к тому, что будет очень больно. В случае, если боль будет слишком интенсивной, я не смог бы инструктировать окружающих о том, что делать, и хотел сохранить рассудительность, чтобы объяснить им, что происходит. Я знал, что укусы шпильковой змеи чрезвычайно болезненный. Поняв, что получил полную дозу яда, он написал боль, расходящуюся лучами из места укуса, которая началась в большом пальце, распространилась на руку и дальше на грудь. Я пытался не думать о том, что яд распространяется. Яд, попав в подкожную ткань, распространяется местно под действием содержащихся в нем факторов распространения, после чего попадает в кровеносную систему. Он распространяется по организму, и ткани начинают распухать и раздуваться, что причиняет боль. И тут меня охватила такая боль, какой я в жизни не испытывал. Майк! Майк! Отец настаивал, чтобы мы поехали в больницу. Он очень беспокоился. Но в отсутствии противоядия я знал, что больница тоже мало чем сможет помочь, только обезболивающими. Эксперты, которым могли бы позвонить мои врачи, это был я сам и мои помощники. Существует очень мало зафиксированных случаев укусов шпильковой змеи в Африке, и ни одного в Соединенных Штатах. В таких случаях, как у Майка, была большая доля неопределенности. Майк, возьми меня за руку. Вероятность, что Майк умрет, была очень высока. В какой-то момент давление стало зашкаливать. Пульс доходил до 200 ударов в минуту. Это очень много. Мы решили, что если ситуация не изменится, то придется ехать в больницу. Яд шпильковой змеи содержит несколько особых токсинов, которых нет ни у одной другой змеи. Один из них – эндотелиальный токсин, который ускоряет сердцебиение и увеличивает кровяное давление. Это чрезвычайно опасно, как для добычи, так и для человека. Мы знали состав яда и его воздействие, но испытывать на собственной шкуре и читать – отнюдь не одно и то же. Мы продолжали следить за пульсом. Увидев число 200, мы задумались, не будет ли он увеличиваться дальше, ведь сердце может не выдержать. Яд вызывает повышение кровяного давления, равно как и боль. То есть эффект может быть удвоенным. Кроме того, присутствует фактор страха. Сначала палец просто раздувался. Потом опухоль стала красной. Краснота превратилась в кровяные волдыри. И все это произошло всего за несколько часов. Яд вызывает главным образом разложение ткани. То есть палец разлагался изнутри. Кровяные волдыри начали сливаться и превратились в один гигантский кровяной волдырь. К тому времени, примерно через сутки, он был уже огромным, больше гематомы на пальце. В тот момент остается только купировать боль. Я знал, что если поеду в больницу, существует опасность, что они будут вскрывать, чтобы уменьшить давление. Это невероятно странная позиция, отказываться от помощи, которая может спасти жизнь. Я лечил укусы змей при помощи противоядия. И тогда почти не осознавал, какое значение антидот имеет для купирования боли. У меня было ощущение, будто палец придавило большим булыжником. Мучительная боль поднималась вверх по руке, и казалось, будто разрываются все мышцы моего тела. Все это время он лежал в постели, обливаясь холодным потом, испытывая жуткую боль и не имея возможности ничего сделать, кроме как просто сидеть и смотреть, как гниет собственный палец. На второй день гематома начала вскрываться. Кожа изнатянутой и блестящей превратилась в маслянистую сочащуюся поверхность, начав пропускать кровь из гематомы. После этого волдыри сами по себе сдуваются, начинают сочиться. Так организм реагирует на вызванные повреждения. Рана пахнет, деформируется и выглядит вот так. Дальше начался полный кошмар, кровавый туман. Я только зажимал зубами резиновые шпатели, чтобы облегчить боль. Мы выдернули резиновые шпатели из специальных хлебопекарных, и после того, как я сживал первые два, которые у нас были дома, жена вышла и купила еще. Но даже через них я повредил себе зубы. Боль стала настолько невыносимой, что в конце концов Майк обратился за медицинской помощью. Он знал одного из лучших в мире врачей, специалистов по змеиным ядам, доктора Шона Буша из больницы Лома Линды. Когда я впервые увидел его, то боялся, что он может лишиться части большого пальца. Я сразу увидел, что палец гниет. В конце концов, он даже начал пахнуть. Будто у меня на руке была дохлая крыса. Вонь стояла ужасная. Палец выглядел как в фильме ужасов. Отвратительно. Яд разъел палец точно так же, как при мне переваривал раньше тысячи мышей. Невозможно ничего предпринять, чтобы остановить разрушение. Ситуация только ухудшалась. Мой палец был похож на какую-то инопланетную личинку. В какой-то момент процесс должен был остановиться, и тогда можно было бы приступить к каким-то действиям. Можно было удалить отмершие ткани. Палец превратился в какую-то жижу. Из оставшейся плоти торчал огрызок кости. Меня укусили. Меня укусили. Я около года работаю с этим видом змей, и поэтому чересчур расслабился. Ситуация могла принять еще более страшный оборот, потому что Майк мог умереть. Он знал, что противоядия не существует. Сначала палец распух, но уже через сутки превратился в обширную гематому. У шпильковых змей очень сложный по составу яд. Чрезвычайно токсичный для животных такого размера. Шпильковые змеи уникальны. Это африканский вид, распространенный на этом континенте повсеместно, от юга до севера. Это хищники, которые ориентируются по запаху. У них не очень хорошее зрение, потому что очень маленькие глазки. Это роющие змеи. Они обитают под землей, проникают в норы грызунов и разоряют их гнезда, пожирая всех детенышей. Существует два объяснения, почему у шпильковых змей развился такой мощный яд. Первое из них очевидно, чтобы охотиться на добычу и более эффективно убивать животных под землей. Второе – это защитный механизм, позволяющий отбиваться от хищников. Яд шпильковой змеи невероятно эффективен и представляет собой комбинацию сарафотоксина и вибротоксина, обладающий двоякой целью. Он поражает нервную систему, отсылая сигналы болевым рецепторам. И вместе с тем кровеносные сосуды отекают и перекрываются, что приводит к сердечным приступам почти у всех мышей, которых поражает. Яд шпильковой змеи чем-то напоминает яд гремучей змеи, потому что тоже вызывает процесс разложения и приводит к местному отмиранию тканей. Но в данном случае он гораздо хуже, потому что против него нет антидота. Все люди реагируют по-разному на каждый тип змеиного яда. И там, где в моем случае при укусе гремучей змеи последствия не были бы столь ужасными, то у вас результат может быть более плачевным. Конечно, яд гремучей змеи немного отличается, потому что приводит к более серьезной коагулопатии, то есть кровь перестает свертываться. В случаях укусов этой змеи мы ничего подобного не наблюдаем, иначе все могло быть гораздо хуже. Отсутствуют также некоторые невротические и соматические симптомы, которые имеются после укусов определенных видов гадюк или аспидовых. Частично боль вызывается пищеварительными ферментами. Яд буквально разъедает вас изнутри. Невозможно ничего сделать, чтобы остановить процесс. Ситуация может только ухудшаться. Мы ждали, чтобы посмотреть, как далеко зайдет некроз тканей, прежде чем проводить операцию. Не хотелось бы удалить ткани, которые могут выжить или выздороветь. Майк не хотел никаких операций, пока процесс не прекратится. Он молод и здоров, поэтому мы ждали его отмашки. Мы вернулись домой. Через несколько дней палец стал желтеть. Это не очень хороший признак. Ногтевое ложе стало совсем черным, что тоже плохо. И потом палец начал терять форму, проваливаться со стороны подушечки. Через три недели после укуса Майку сделали операцию по удалению омертвевших тканей. Хирург, который позитивно смотрел на возможность сохранить палец, с согласия пациента провел щадящую ампутацию. Майк надеялся на лучшее. Мы договорились с хирургом о встрече. Даже специалист по хирургии руки высказался против ампутации, поскольку надеялся, что палец можно будет спасти. Все потому, что у него сложилось впечатление, что под мертвой кожей есть живые ткани. Но вскрыв кожу, он обнаружил, что под ней была перегнившая плоть и крошечные кусочки того, что когда-то было костью. Во время первой операции были удалены все периферийные ткани. Осталось торчать только одна кость. Ткани пальца буквально растворились. Мы называем это разжижающим некрозом. Это вполне ожидаемая реакция на неослабленный яд, который проникает в организм и приводит к таким последствиям. Яд даже растворил кость. От пальца осталась только кожа. То есть фактически даже ампутация не потребовалась. Врачи удалили кожу, а остальное отпало само. Нельзя же оставить просто торчащую кость. Поэтому мы решили прикрыть ее тканью и кожей. Вы даже представить себе не можете, насколько чувствительны кости, пока они не окажутся на открытом воздухе. В конце концов, нам пришлось прибегнуть к процедуре. Мы сделаем надрез в паху и обтянем палец тканью. В течение трех недель у меня палец был пришит к паху, чтобы на кость наросла кожа. Как только ткани приживутся, палец можно будет отцепить. На нем будет некоторое количество тканей, которые придадут форму и получится вполне функциональный большой палец. После укуса у меня было несколько рецидивов. Все повторялось в точности. Вроде место укуса зажило и больше не болит. И тут вдруг раз и откуда ни возьмись, мучительная боль. И снова валяешься в постели. Целый день болеешь, потому что не можешь выдержать боль от укуса. Это один из уникальных аспектов яда шпильковой змеи, не до конца пока изученной. Я бы всем посоветовал в случае укуса не геройствовать, а отправляться в больницу. Если вас укусила змея, обязательно обратитесь за помощью. Палец выглядит ужасно, но мне вообще повезло. Результатом я обязан группе врачей, с которыми я работал, и вообще здравоохранению Соединенных Штатов. В других местах планеты все было бы гораздо хуже. Я всем очень благодарен.